Символично, что встреча прошла в месте, где каждый экспонат хранит подвиги и героизм наших предков. Поздравить с началом важного этапа в жизни призывников пришли первые лица города. У вас есть примеры, с которых можно взять для себя на будущее. Вот посмотрите этот зал. Здесь помещены фотографии, воспоминания наших земляков, ваших уже, наверное, прадедов, дедов, которые, защищая Отечество, проявляли образцы героизма. Глава администрации Сергей Козин пожелал ребятам гордо нести звание рядового солдата. Придя в те части, в которые вы попадете, и там услышать, что служил ваш земляк, наш земляк, я думаю, что вам за него не стыдно. И хотелось бы, чтобы вы тоже такое впечатление оставили после себя. В эту призывную кампанию ряды вооруженных сил пополнят 100 парней из Кузнецка и 60 из Кузнецкого, Неверкинского и других близлежащих районов. География воинских частей, где они будут служить, обширна – от Мурманска до Северного Кавказа. Но нашему молодому поколению все по плечу. Состояние здоровья уже на протяжении нескольких лет, оно как-то держится у нас приблизительно на одном уровне, чуть выше среднероссийского и немного выше даже среднеобластного. У нас где-то составляет годных и годных военнослужеб с незначительными ограничениями порядка 72%. Тогда как по России, кажется мне, показатели где-то порядка 65-66%. Областной где-то 69-70%. Совсем скоро Алексей Веретенников поменяет свои любимые пиджаки на военную форму. Где будет служить, он еще не знает, но готов честно постигать азы солдатской жизни. Ведомы его будут ждать семья и любимая девушка. Хочу служить своей Родине, хочу отдать дань, так сказать, внести свою лепту. В отличие от своего товарища Антону Голованову уже известно, что проходить службу он будет в президентском полку. Молодой человек не исключает, что эта почетная миссия станет отправной точкой в его военной карьере. Все-таки есть шанс принять участие в параде победы в Москве. Все-таки престижно, когда 9 мая пройтись по площади по Красной. В этот день ни один призывник не остался без внимания и памятных подарков. О праздничное настроении создавали творческие коллективы города. Также были подведены итоги смотря конкурса по подготовке граждан к воинской службе. Продолжение следует...